Во всем мире аналитики начали задаваться вопросом, почему президент Байден ведет себя так агрессивно. На это есть несколько причин, и они совершенно очевидны. Все сводится к короткой фразе «Америка теряет свои позиции в мире». Прежде всего это касается экономики Соединенных Штатов. Так уж получилось, что во время президентства Барака Обамы фактически была разрушена система социального обеспечения и система здравоохранения страны. В том числе поэтому во время пандемии правительство Соединенных Штатов выступало за то, чтобы ограничительные меры в стране не вводились. Это привело к обратному эффекту. Количество заболевших превысило все мыслимые значения и на сегодняшний день составило около 80 миллионов человек, а умерло во время пандемии 976 тысяч человек. Система здравоохранения США просто не справлялась с этой ситуацией. Общеизвестно, что 70% ВВП США составляют потребительские расходы. И казалось бы, что во время пандемии затраты населения на медицину будут увеличиваться, как это и было в других странах. В США, наоборот, начался спад, потому что сама система здравоохранения была просто не готова к этому, о чем и говорят цифры расходов на систему здравоохранения. При этом сокращение потребительских расходов происходит во всех секторах. В 2020 году их падение составило 3,9%. Рабочие места потеряли 22 миллиона человек. Эти показатели сопоставимы с кризисом 1932 года в США. В 2021 году появился повод для оптимизма. 12,4% рабочих мест были восстановлены. Но в 2022 году кризисные явления в экономике США опять стали нарастать. Американская экономика вообще очень своеобразна. Три четверти ВВП генерирует личное потребление граждан. В условиях неопределенности и политического кризиса, которые созданы нынешней американской администрацией, жители Соединенных Штатов начали резко урезать расходы в премиальном сегменте товаров и услуг. Фиксируется незначительный рост только по онлайн-магазинам и интернет-торговле, но только в секторе самого необходимого. Уменьшились расходы даже на товары массового спроса, такие как одежда и обувь. Повышение стоимости энергоносителей и особенно горюче-смазочных материалов привело к тому, что некоторые сектора потребительского рынка вынуждены сокращать производство и увольнять своих работников. Сама модель ВВП, основанная на личном потреблении граждан, оказалась уязвимой в условиях разделения обществ на два противоборствующих лагеря. Вместо того, чтобы заниматься экономическими проблемами, в обществе началось настоящее политическое противостояние с использованием административных ресурсов и преследованием по политическим убеждениям. В Соединенных Штатах постепенно сворачиваются демократические основы. Свобода слова, печати. Интернет-среда регламентируется и искусственно ограничивается. В этих условиях начались банкротства крупных компаний. В 2020 году таких банкротств было 244. Речь идет именно о крупнейших компаниях США. А в 2021 их количество еще увеличилось. Начало 2022 не улучшило ситуацию. Количество банкротств растет с каждым днем. Это данные, которые мы получаем из открытых источников самих США. Надо сказать, что их достоверность вызывает сомнения, так как есть косвенные признаки и реальность. Совершенно очевидно, что экономические проблемы США гораздо более серьезные, чем их пытаются представить американские экономисты. Например, ставка на зеленую энергетику привела США к тому, что сейчас в энергетической сфере можно надеяться только на атомные электростанции. Основными поставщиками урана являются Россия и Казахстан. Надо было додуматься, испортить отношения с этими странами и создать себе дополнительные проблемы. Но, пожалуй, самым показательным является наличие у Соединенных Штатов государственного долга, который значительно превышает ВВП. В настоящее время он продолжает расти и превысил 30 триллионов долларов. А бесконечные поставки оружия и финансовая помощь другим странам. Эти подходы уже давно завели США в тупик. Именно поэтому они были вынуждены вывести свои войска из Афганистана. О каком могуществе можно вести речь? Конечно, эта страна испытывает огромные проблемы. Страна, которая долгое время внушала всему миру, что напечатанные бумажки с изображением американского президента обладают какой-то ценностью. Раздувание ажиотажа вокруг США о том, что эта могущественная страна связана с деятельностью Международного валютного фонда, который финансируется самими же Соединенными Штатами. Независимые же экономические исследования показали, что весь 20 и начало 21 века США вели себя как страна-колонизатор и агрессор. Они вмешивались в любые конфликты и затем под видом демократических преобразований навязывали совершенно невыгодную систему отношений, забирая под свое влияние целые страны и континенты, высасывая из них ресурсы и фактически используя население этих стран как дешевую рабочую силу, расплачиваясь вновь напечатанными долларами, ничем не обеспеченными, кроме стоимости самой бумаги. Но эта модель стала очевидна для таких стран как Россия, Китай, Индия и некоторых других. Эти страны смотрят на ситуацию, представляемую не руководством США и МВФ, а воспринимают то, что есть на самом деле. Например, одной из целей накачивания Украины оружием является поставка из США сжиженного газа по завышенным ценам. Его добыча очень дорогая по отношению к добыче природного газа в России. В данном случае жителей Украины Америка просто использует. А вот в качестве объекта вымогательства денег служат европейские страны. Такие действия Соединенных Штатов могут привести к коллапсу их собственной экономики. А вот европейцы вряд ли будут дальше идти по такому пути. Они очень прагматичны, и как бы США не запугивали их мнимой внешней угрозой, экономическая целесообразность и здравый смысл, сделают свое дело. Правда, странам Евросоюза и их жителям будет нанесен значительный ущерб. А самое плохое, что Америка во многих государствах Евросоюза уже разместила наступательное вооружение и войска. Они легко заходят на территорию страны, но очень тяжело оттуда выходят. Поэтому Евросоюзу в любом случае придется заплатить цену за бездумную поддержку у Соединенных Штатов, за экономическую помощь и поставку оружия националистическому режиму на Украине. Почему этого пока не понимают в Европе? Они привыкли видеть в Америке старшего брата, но только очень хорошо живущего за счет других. А когда этими другими становятся европейские страны, то они вряд ли с этим будут долго мириться.